Новая вытворчасть, новая махчимасти. Новая вытворчасть, новая махчимасти. У Глузькин Лесгасе зарабили пробный пуск и начали пуск наладку линии лесопилования. На предприемстве различиваются, что она позволит у троя повеличить объемы вытворчасти готовой продукции, а экспортная выручка подрасте больше, чем на 200 тысяч долларов. Инвестиционный проект по обладательству нового цеха древа опрацовки Глузькин Лесгас реализовал за кошту властных ресурсов. Подтрымку оказал инновационный фонд Министерства лесной господарки. Весь проект оценивается у 2 миллиона рублей. Могутность сучасного обсталявания позволяет перепрацовывать до 4 тысяч кубометров дровнины в месяц и отримывать образные пиломатериалы. Это безотходная вытворчасть. Поступающие лесоматериалы будут перерабатываться на образные пиломатериалы, отходы для обработки, такие как горбыль, будут далее перерабатываться в щепу, и также пилки будут отдельно отделяться и в дальнейшем реализовываться на экспорт либо на внутренний рынок. После запуска новой линии у Лесгасе планует в три раза повеличить объемы его творчества и экспортную выручку больше чем на 200 тысяч долларов. Для Глузька района, как и для всех районов, это инвестиции в район, это занятость населения, это более глубокая переработка древесины, добавленная стоимость реализации пиломатериалов, ну и соответственно увеличение объема экспорта, ну и конечно повышение доходности местных бюджетов. На новой вытворчасти створено 10 проценных мест, на полную могутность проект повинен выйти все лето в листопаде. Термин его окупности 18 месяцев. Павел Савицкий, Сергей Карпяков, Миколай Соболю, Новины Региона. Господарки в области приступили до закладки урожаю 2018 году. У обл. сельгасхарча поведомили азимые колоссовые культуры, посеянные на площадке 12 тысяч гектаров, те 5% до задания. Тым часом полностью завершенный сел азимого рапсу и завершается посеу еще одной алейной культуры – свирепицы. Что да, селитнего урожаю хлеборобы намолотили 1 млн 165 тыс. тонн сбожа и начали уборку проса игрычки. У Климовецким районе у вынеку дорожно-транспортного оздаренья загинул россиянин. Як поведомили у дярши аутоинспекции, он рухался на автомобиле «Сан-Йонг» по аутодорозе остров Склимин. Не выбрал беспечную худкость руху и не справился с керованием. Машина съехала у кюветы и перекулилась. 46-годовый водитель загинул на месце. Больше за полторы тысячи человек забрал третий великий день физичной культуры в Могилеве. Организаторы телерадио «Компания Могилев» и «Могилевский гарвы-конкам» зробили усек об кожных, кто завитал на свято на набережную Дубровенке, не сумывал. И это, на думку гостей свято, отрымалось. Спортивная арена под открытым небом. Миновито так выглядала на набережной Дубровенке в Могилеве в субботу. Разностайная шоу-программа, конкурсы и интересные гости. Селиты могилевчан знакомили с молодыми спортивными талентами. Ся роди их дзюдаист Рыгор Клепча. 20 лет я побывал в очень много стран. Хорватия, Бенгрия, Чехия, Польша. По спортивному «Свой день народжения» 20 год у эфиры отзнашила первая региональная ММ-станция Беларуси – Радео Могилев. До этого яны организовали в социальных сетках для своих слухачок конкурсы, а переможцов узнагородили подчас спортивного дня. С нагоды юбилея на Пляцовце свято организовали незвычайный спортивный флешмоб. Посмотрев, как все прыгали на батутах, как подтягивались, как стояли в планке, так что настоящие спортсмены говорили, что это просто рекорды, все втянулись и показали, что да, Могилев – спортивный город. Традиционно «Великий день физической культуры» ладится на початку осени. У гэты сейчас спортивные секции Могилева распочинают новый набор. На спортивном святе яны организовали воркаут-пляцовки, где каждый, ожидающий, мог попробовать свои силы. И если вид спорта сподобается, записаться в секцию. Чем бы хотели, чтобы ребенок занимался? Плавание, гимнастика, может быть. Может быть какая-то атлетика, легкая атлетика. Я считаю, что каждый человек должен спортом заниматься. Хотя бы просто для саморазвития. Чтобы быть в форме, поддерживать фигуру. Об гэтым рассказали инструкторы левших фитнес-клубов города, что год на спортивном святе яны представляют свои программы. Третий «Великий день физической культуры» стал самым масштабным и выходит за Межимы Елева и в области. Приезжают ребята и друзья из Минска, из других городов. Поэтому я думаю, что мы сделаем еще что-то интересное, но обязательно здесь, на этом месте. «Великий день физической культуры» обещает вернуться в наступном году. Алена Соловьева, Миколай Соболев, Новины региона. У Могилеве за аншлагом пройшла премьера мультфильма «Маленький принц». Причем сучасный мультик огученный по беларуску. Проекту «Беларусские уикенды» амаль год, однако у першиню его засновальники завитали ургийон. У Могилеве, как и у Гродни, зала была полная. «Маленький принц» французский мультфильм, изнятый по мотивах сусветной вядомой казки экзоперы. Премьера мультика отбылась два годы тому на Каннском кинофестивале. «Стушка» на девятом месте у свете, як самое касовое лялечное кино. У Беларуси у проката оно вышло народной мове. Судность проекта в том, что это сусветное кино, классное, доброе кино, якое, может быть, не было зауважено русскими прокатчиками по русскому. Например, «Маленький принц» не был в регионах, это премьера, хоть это мультик 2014 года, а это мультфильмы, которые мы любим. Это якосная профессийная гучка на беларускую мову. Это фишка доброе кино по беларуску. По словам заснованника проекта, инициатива оказалась западробованной не только у Минску, а и у регионах. Для нас это подарок, потому что не так часто мы учим мультики, мы основанно учим некие дорослые фильмы, а тут таких шерых колеров, когда ты можешь показать разные характеры своего голоса и своей актерской профессии. Заснованники проекта переклали на беларускую мову литературную першекрыницу «Маленького принца». Книги поступить у школьной библиотеки. Татьяна Сергеевич, Виталь Алексеенко, Новины региона. Маленькие могилеучане забавлялися и на детячем святе с нагодой Дня Ведау. Сотни малых и их батьков собрались у скверы на бульвары непокоранных, как веселось устроить новый научальный год. На святе побывал и наш корреспондент Илья Соболев. Обвожу под своей рукой и обратно сюда вывожу. Итак, у меня что получается? Красивый узел? Попробуем. Тут становятся сопраудными туристами. Поколь одни малые обучатся вязать в узлы, иншие лихо покарают вяровочных городок. С усими непростыми заданиями хлопцы и девчинки справились навыдатно. Мне помогали иногда, было очень весело. И думаю, что я научилась и в будущем я смогу завязать эти узлы. Мне понравилось по канатам лазить, но только я не достаю, потому что слишком маленькая. С концертом на головной сцене выступили детячая творчая коллективы города. Гости свято сплевали, таншали, малевали и удельничали у конкурсах. Самые отважные навыд поспробовались обе у роли выротовальников. Удобно и не жарко. А в пожарной машине уже был? Да. И что ты там увидел? Расскажи, что понравилось. Я увидел все, что есть у пожарников. Учатся, чтобы дети вместе с родителями отдохнули, набрались сил перед новым учебным годом и вперед к новым знаниям. Организаторы свято упеунины. Кали новынавучальный год хлопчики и девчинки с устрели весело, кто и заведоми у школу будут ходить с добрым настроем. Илья Соболев, Виталь Алексеенко, Новина региона. Моцные дожды и на больнице прогнозуют сеноптыки у ночи и ранецы 5 вересня на большей части территории в области. Разом с западками придет и истотное похолодание. Хотя об алгидромете говорить ничего дивного. У вересни бывает такое надворье. И аж чем агчима будет тепло. Надворье на гэтым тыдне будет вызначать циклон, який не осе похолодание и опадки. Так у ауторок опадки будут мощными. У вынику ночные и наводзенные температуры прогнозуются у межах 14 и 16 со знаком плюс. Шостыха вересня по в области у день часом опадки. У час вер и пятницу опадки короткочасовые. Температурный фон особливо не изменится. А вось на выходные прогноз обнадеевая. У субботу первоважно без опадков и на реште станет теплей. Плюс 16, 21. А у недели чекается до 24, выше и за нуль. На полдни навод до 26. Так что шанс погреться у вересняутских променях солнца у нас есть. Еще и больше интересных новин на нашем сайте. Это вермогилев.бай. До встречи в эфире.